МОСКВА-КУРГАН Есть судьбы, словно маяки в необозримом океане. Чистый яркий свет виден далеко вокруг. Виден всем. Доктор Гавриил Элизаров. Он живет и работает в Кургане. Но известен врач Элизаров повсюду в нашей стране. Знают Элизарова и во многих странах мира. Показательные операции, доклады на съездах ортопедов, научные статьи. Элизаров, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, профессор, депутат Верховного Совета Российской Федерации, иначе говоря, член парламента России. Сегодня он вернулся из командировки. Накопилось много впечатлений. Есть новые мысли о работе. Но все это потом. Уже многие годы он руководит большим коллективом. Под его началом сотни квалифицированных хирургов. Кто-то из них мог бы с успехом заменить его на операции. Предстоит одна из 400 операций, которые профессор делает за год. Это его норма. Никто в стране не делает больше. Все мы родом из детства. Впечатления и события детских лет многое определяют в жизни. Элизаров вспоминает. Я из крестьянской семьи. Жили мы на севере Азербайджана, в горном ауле Кусары. Семья немалая, шестеро детей. Я был старшим сыном. Отец рано умер. Пришлось с ранних лет поддерживать семью. Пас овец. Продавал хворост. Сеял и растил урожай. В школу пошел поздно. Десятилетним. Но учеба давалась легко. Случилось я отравился. Болел тяжко. Пришел фельдшер, сделал укол, дал таблеток. Я быстро пошел на поправку. Осталось ощущение чуда. Это и определило дальнейшую судьбу. Я был студентом Крымского медицинского института, когда грянула война. Было приказано эвакуироваться на восток. По дороге вместе с другом решил навестить родных. Первым нам повстречался дед Махмуд. Узнал, откуда идем, подумал и сказал. Не ходи домой, сынок. Все твои здоровы. Но когда ты придешь с другом, они зарежут единственную козу. Таков обычай. Ты им отец. Не отбирай последнее. Махмуд отвел к себе. Накормил, чем мог. Дал в дорогу анучи. И сказал. Между людьми есть только один счет. Добро. Я сделал его тебе. Ты другому, тот третьему. Добро пойдет по кругу. И когда-нибудь возвратится ко мне. Чем больше добра ты сделаешь, сынок, тем быстрее до меня дойдет очередь. Сорок лет врачует Гавриил Абрамович Елизаров. Шестьсот тысяч вылеченных по его методу больных. Таков круг добра, рожденный его руками. Закончил институт в сорок четвертом. Еще шла война. Я, как и другие выпускники, просился на фронт. Мне сказали, в тылу, в глубинке не легче. Людей нужно спасать от болезней. Меня послали в Долговку, районный центр Курганской области. Поселили в этой избе. Больница была рядом. Я был единственным врачом на всю округу. Лечил все болезни. Делал самые разные операции. На вызовы ездил на лошади. Вспоминаю те трудные годы с благодарностью. Многому научился. Прежде всего, самостоятельности. Меня привлекла травматология и ортопедия. Искалеченных войной было много. А чем лечить? Гипсовыми повязками? Пробовал. Они мало помогали. Начал думать, как создать надежный хомут, чтобы зафиксировать искалеченную ногу или руку. Мысль о таком хомуте, вернее, о некоем устройстве или аппарате, родилась вот в таких поездках больным. Но каким быть этому аппарату? В книгах разработок и сведений не нашел. Стал изучать сопромат, металловедение, биомеханику. Научился слесарить, чертить, конструировать. Обычные деревянные палки заменяли кости. Спицы, что прошивали дерево, должны закрепить отломки. Помог мне кузнец. Отковал дуги, кольца. Так родилась первая еще несовершенная конструкция. Но идею можно проверить. Сделал первые операции. Они прошли успешно. Я понял, что на правильном пути. Вскоре меня перевели в Курганскую областную больницу. Дали отделение на 8, 40, потом 100 коек. В начале 50-х решил доложить о результатах специалистам. Ожидал заинтересованности, поддержки. Меня обвинили в авантюризме, в устарщине, слесарном подходе к хирургии. Ему не поверили ведущие ортопеды. Но больные приезжали отовсюду. Им не было дела до научных споров. Знали, что Елизаров непременно поможет. Валерий Брумев. Это имя занимает одно из почетных мест в летописи мирового спорта. Олимпийский чемпион 1964 года. Рекордсмен мира в прыжках в высоту. Шесть раз бил мировые рекорды. Это последний спортивный рекорд Брумеля. Он был в зените славы, когда произошла беда. Авария на дороге. Травма, грозившая ампутацией. Три года лечился в разных клиниках. Более 20 безуспешных операций. И, наконец, дороги олимпийского чемпиона и хирурга Елизарова пересеклись. Елизаров был убежден. Удел спортсмена неинвалидность и унылое прозябание. Нога восстановилась в размерах. Кости накрепко срослись. Вскоре Брумель вновь вышел в сектор. Его полеты не были столь высоки, как прежде. Но он доказал, чего может добиться человек сильный духом, а заодно и каковы реальные возможности Елизаровского метода лечения костных травм. Руководители Кургана, а не столичные ортопеды знаменитости, первыми поддержали Елизарова. Помогли и словом, и делом. Курганскому доктору дали возможность расширить практику. Правительство Российской Федерации постановило организовать самостоятельный научно-исследовательский институт с обширной клинической базой. Теперь это крупнейший ортопедический центр. Одновременно тут могут лечиться полторы тысячи больных. Тяжелых больных. Но уныния, безысходности в клинике нет. Такова общая обстановка. Вера в конечный успех объединяет врачей и больных. Отсюда особая деловитость, нацеленность на выздоровление. Элизаров-труженик. Неутомимый, самоотверженный. Это касается и лечения, и научных исследований. Именно это и позволило ему свершить революционный переворот в ортопедии. Открыть не просто метод, а создать новую лечебную систему. Столь же эффективную, сколь и универсальную. Микеланджело ортопедии. Так назвал Элизарова знаменитый путешественник Карло Маури. После того, как доктор вылечил его, казалось, безнадежно искалеченную ногу. Необычные элизаровские операции. Скальпель, вспомогательный инструмент. Им пользуется редко, потому и операции чаще всего бескровны. Главный набор хирурга. Электродрель, металлические спицы, кольца, полукольца, стержни, винты, гайки, кусачки, долота. Анестезия делает применение инструментов почти безболезненными. Универсальный аппарат Элизарова это возможность бесчисленного количества компоновок. Практически к любому случаю можно подобрать свою конструкцию. Вот пример. Отсутствует часть кости. Чтобы восстановить ее, удлиняют один из отломков. За счет чего? Начинает действовать напряжение растяжения, которое вызывается аппаратом. При этом создаются условия для стимуляции кровообращения. Вместе растяжения возникают зоны роста клеток. Появляется новая ткань. Она твердеет, становится костью. Итак, кость удлинена. Теперь в зоне стыка концов важна прочная фиксация, жесткость. И здесь начинается восстановительный процесс. Кость словно оживает. Тут вновь прорастают сосуды, образуются новые костные клетки. Концы накрепко срастаются. Природа живого организма оказалась богаче наших представлений. Вместе с костью идут в рост кровеносные сосуды, мышцы, нервы, другие ткани. Природа действительно самая совершенная лаборатория. Великий учитель. Ну а потом? И так. И что? На следующий. Во, во, во. Вот, вот. Она уже сразу поняла, что я от вас. Что удлинять? Где удлинять? Вот здесь. Вот. Здесь это уже стопа, допустим. Да, вот это. Вот. Вот на этом уровне. Вот отсюда уже. Вот это целиком должно идти уже. Стопа должна удаляться. У нее тут маленькая такая культишка была вот здесь. И вот мы из нее, значит, мы его немножко наросили, формируем часть стопы. И подошва у нее, и пятка тут. Вот. А дальше уже будем, вот сейчас, в этот же этап, стопу вот эту еще не полностью вспоминал, удалять. Удалять. В устах другого врача это прозвучало бы как приговор, ампутация. У Елизарова удалять. Это удлинять. У этой девочки будет полноценная нога. Костыли ей не потребуются. И этого юношу, который болен с рождения, врачи твердо обещают избавить от недуга. Первые этапы лечения позади. Образованы берцовые кости. Теперь начнут реконструировать голени и стопы. Институт не прекращает исследований. Только точные теоретические знания, проверенные закономерности, доказанные истины, база успешного лечения. Исследователи используют самые совершенные методы, новейшую аппаратуру. Распределение минералов, видных на дисплее, дает представление о структуре вновь выращенной кости. Исходя из индивидуальных особенностей человека, процесс образования костного регенерата можно ускорить. Меньшим будет и общий курс лечения. Выявление закономерностей при росте тканей дало возможность научно подтвердить важнейший фактор в системе Елизарова. Без движения рост кости замедляется. Ростковые зоны могут и вовсе атрофироваться. Непременно нужны нагрузки. Удивительная клиника. Больные начинают ходить на вторые сутки после операции. Лежание, бездействие персонал не допустит. Вставай и иди. Есть сюжет в Евангелии об исцелении Иисусом больного. У Елизарова таким чудесам не удивляются. Заставляют непросто ходить. Напряжение во благо организму. Мышцы начинают работать как положено. Кровоснабжение улучшается. А это первое условие для роста костей. Лечили в институте комбайнера. Заметили, сильно нервничает. Оказалось, просит отпустить домой. Хоть на недельку. Приехал через две. Радостный, загорелый. Протягивает газету. О нем пишут. Пятое место занял на уборке урожая. А может, многих больных и незачем отрывать от дома. От привычной обстановки. Лечить амбулаторно. Многие посчитали эту догадку профессора абсурдной. Вот что думает кандидат медицинских наук Вадим Дмитриевич Макушин. Но ведь жизнь показала, и вот наши исследования клинические уже многолетние показали, что это не абсурд. Это реальность. И мы пациентов с успехом лечим. И экономически это не сложно. И это удобно. Пациент находится среди своих родных. Он имеет возможность осуществлять прогулки. Быть среди общества. То есть социально он приобретает новое качество. Представьте себя в больничной обстановке, когда вы прикованы на многие месяцы, а может быть и годы, к постели. Как вы себя чувствуете? Да еще с громоздкой какой-нибудь гипсовой повязкой. И вот в этом я вижу большую социальную сущность предложенного Горелла в рамках метода. Социальная направленность метода. Вы знаете даже новое качество, о котором мы сейчас говорим. Социальность и метода. Социальность лечебного метода. Непривычное определение вобрало в себя и эффективное врачевание, и веру в то, что пациенты непременно найдут после выздоровления место в жизни. Будут полезными обществу. Я крестьянский сын. Характером прямой. Дипломатии не обучен, да и не люблю всякие хитрости. Когда убежден, что прав, стою на своем. Рано или поздно появляются единомышленники. Только нужно верить в победу, справедливость. Люди в большинстве своем загипнотизированы привычными, устоявшимися истинами. Им трудно бывает принять новое. Даже доброжелатели советовали мне. Стремительность сроков извлечения не вмещается в сознание. Завышайте свои сроки. Тогда быстрее поверят. Я-то не успел прочитать содержание, но нужно исходить из того, что было до сих пор, ну, мешало в ускорению, рассмотрении и внедрении. Он сделать этого никогда не сможет, что-то серьезное. А идея-то, важно, говорят, на первом плане, это идея всегда. Идея пропадет и это. Он не шел на компромиссы. Не отступил. Его стойкость, убежденность, выдержка привлекали. Пришли ищущие творческие натуры. Молодые врачи. Врач, по его мнению, самый ответственный человек на Земле. Ему подвластны жизни. Так, а тут шагин-то, это в плоскости, а тут недоработка имеется. Он в силах помочь детям, которых обделила природа, которых измучила болезнь, найти путь к исцелению, добиться полного выздоровления. Играете? Играем. Какие игры? Элизаров преображается среди детей. Указа своя игра, что ли? Так, а вы что, домики строите? Да. А медвежонок не помогает? А не мешает? Тоже нет? Так, так. Что-то вы молчите. Что за бумага такая? Шипа. А? Банка. Как бумага. Так, так. Так, так кто автор этих рисунков? А там в задних рисунках написано. Написано? А где написано? Нет, на других. А, на других. Каждая Абрамович, вы умеете фокусы показывать? Откуда ты взял это? А? Элизаров действительно с давних лет умеет показывать фокусы. Студентом тренировал пальцы, руки, без которых хорошим хирургом не станешь. Надо развивать пальцы? Придумывает фокусы. Надо создать аппарат, становится механиком, конструктором. Надо понять суть биологических процессов, и упорнее ученого вряд ли найдешь. Элизаров заразительный деятелем. По пути отца пошла и дочь, Светлана. Унаследовала серьезность, основательность подхода к медицине. Элизаров стал воспитателем уже не одного поколения врачей-ортопедов нового направления. Сначала это были единицы, те, кто поверили в целительную силу его необычного метода. Сегодня их тысячи. И работают не только здесь, в Кургане, а во многих городах страны. Только делая общее дело, становятся союзниками, соратниками, единомышленниками. Совместными усилиями Элизарова и его учеников создано 600 лечебных методик. Получено почти 100 патентов и авторских свидетельств на изобретение. Он не любит громких деклараций. Все проверяется делом. Главное создать творческую обстановку. Тогда и специалисты будут быстрее расти. Профессор не спешит, когда решается судьба работы молодого ученого. Раздумья о будущем. О развитии всей лечебной системы, созданной в Кургане. Мысли о новых оригинальных операциях хирургии 21 века. Не остановиться на полпути. Докопаться до причин еще не познанного. Аппарат Элизарова можно применять не только для лечения конечностей. Оказалось, ему подвластны все кости организма. Изучение биологии процесса позволило профессору открыть новые законы. Один о кровообращении нагрузок. Другой о напряжении и растяжении. Как в величайших факторах роста ткани. Мы разрабатываем весьма перспективное научное направление, которое имеет важное значение для больных. Я имею в виду патологию позвоночника и спинного мозга. Разработки ведутся оригинальные, не имеющие аналогов мировой практики. Кандидат наук Мархашов пришел в клинику 15 лет назад с предложением использовать Элизаровскую методику для лечения позвоночника. Как показали эксперименты на животных, можно исправлять форму позвоночника, удлинять, сращивать позвонки. Доказана возможность регенерации спинного мозга. Сообщения об этих работах произвели сенсацию среди специалистов. Но это ближайшее будущее клиники и института. А это сегодня. Избавляясь от физических недугов, эти люди будто рождаются заново. Они обретают уверенность в будущем. Даже самые тяжелые думают о завтрашнем дне с надеждой. Мне удлинили ногу на 15 сантиметров. Это настоящее чудо. Я не верила раньше. Я тоже из Италии. Не очень далеко от его города. А у меня было украшение большое на правой ноге. Нет, 31 сантиметра. И пока вытянули 18. А еще будут на следующий этап. Что мне сделали? Сделали мне удлинение, утолщание и стопы. И на сколько удлинили? 30 с половиной. А утолщание будет на 11 сантиметров. За этими фотографиями судьбы людей. Вот выдержки из писем, обращенных Елизарову. Я абсолютно здоровый человек. Но читая о вас, в вашем методе хочу поклониться до земли за ваш труд, мужество. За то, что делаете для людей. Демина. Библиотекарь. Ставрополь. Прооперированная нога выдержала все испытания. Даже сильные штормы в Тихом океане. Бывший больной. Капитан Сытин. Сахалинское пароходство. Новости о моей дочери поистине изумительны. Ее нога выросла. Это настоящее чудо. Дмитрий Маркевич. Композитор. Франция. Сколько бы не исполнилось лет, никогда не забуду врачей, которые сделали мне красивые ноги. Света Калядина. Родной наш человек. Сегодня в ваше отсутствие забираем из клиники единственную дочь. Глазам своим не верим. Вы волшебник. Если бы можно своей жизнью продлить вашу, супруги Кисеевы, Ростов-на-Дону. О, сейчас хорошо, ага. Так, по правилам. Вот, чтобы сразу же и правильно учиться ходить. Молодец. Молодец. Молодец.